Привет, друзья! Вчера в комментариях под мой пост про то, что я наделал кучу батлнеков, Женя Ламба меня спросил, не мешается ли вот горлышко. Сейчас попробую рассказать, почему мне, допустим, не мешается, и вы уже сможете решить сами, как бы зная, как вы играете, будет ли мешаться оно вам. Окей, ну смотрите, допустим, вот я взял средненький такой батлнек, вот у нас медиум Эрнибаловский слайд, да, и вот практически он там даже не на полсантиметра, миллиметра четыре, допустим, разница. Теперь объясню, почему мне, допустим, не мешается. Вот смотрите, допустим, я сейчас буду играть на первой, второй струне, да. То есть видите, где вот мой слайд находится, то есть я играю как бы, то есть вот у меня, допустим, ну где-то на сантиметр выше получается вот моего пальца слайд, да. И я играю где-то вот напротив подушечки, грубо говоря, те струны, по которым я вот, по которым я играю. То есть какой-то вот последней частью, вот верхней как бы частью я играю всегда. То есть когда я перемещаюсь там на третью, четвертую струну и пятую, сейчас покажу как бы, как вот это выглядит в моем случае. То есть я, допустим, на пятой, шестой играю вот таким вот образом, вот, третьей, четвертой как бы вот так. Ну вот, есть шанс зацепить вот где третьей, четвертой, как вот я играю, может быть. Вот. Потом я, вот сказать, то есть у меня слайд двигается вот таким образом. То есть чтобы контролировать конкретно одну или две струны, надо прямо вот на них опираться. И поэтому, как бы, у меня горлышко уходит вверх и струна, она не касается в этот момент. Вот. То есть в моем случае, как бы, это не проблема. Вот, как бы, вот я вот сейчас приехал, вам покажу, вот у меня вот такая позиция. На пятую, шестую струну, имеется в виду, приехал. Окей. Ну, конечно, по началу, как бы, вот, то есть не скажу, что тоже я сразу взял вот такую штуку и прямо начал ей играть там в концерте. Да, вот такой слайд гораздо удобней. То есть первое время, конечно, слайд постоянно куда-нибудь сползает, там палец в нем потеет. То есть какие-то у вас проблемы всегда будут. Он всегда то ли то слишком маленький, то слишком большой. Вот. И у меня был такой период, да, когда я вот тоже лет пять, может быть, семь назад, да, сделал себе первый там батлнек. Я пытался брать на концерт, вот, что-то и играл, но так с переменным успехом, так сказать, все равно я возвращался к такому вот, потому что на концерте удобней. Хотя в студии, как бы, я много записал. Вот у меня есть такой большой шершавый такой, какая-то бутылка попалась, очень классная на акустике. Я вот ей часто пользуюсь. В студии я много чего там прописал. Вот таким вот именно слайдом. Вот. Но вот недавно, в принципе, я стал себе еще вот экспериментировать, буквально в этом году. И наделал много разных размеров. В принципе, сейчас играю на концерт. Ну, как, как бы, когда мне нужно много аккомпанемента играть, конечно, я вот такой использую. Вот. Есть песни, где особо там аккомпанементов, помимо, как бы, слайдовой партии не так много. В принципе, можно и вот таким поиграть. Он, конечно, тяжелее. Как бы, аккорды с ним играть там, может быть, менее удобно. Но, как бы, в плане звука он, конечно, гораздо, как бы, приятнее и комфортнее. Да, на них еще есть вот такая проблема, что здесь, как бы, есть шов с двух сторон, получается, на этих баталнеках, да. У нас, как бы, бутылки все идут со швами. Иногда, как бы, попадаешь именно вот этим местом. Но это бывает редко. То есть, в принципе, конечно, надо потратить какое-то время, чтобы к нему привыкнуть. Но в то же время там играть что-то там дома или в студии. То есть, вот я, когда дома просто практикуюсь, заметил, что при наличии вот у меня стоит куча там слайдов. Вот. И все чаще беру именно баталнек. Есть в нем какой-то вот что-то интересное в этом есть. И играть ему очень интересно. То есть, вот, в общем, уже отвечаю, почему мне, допустим, не мешается. То есть, ну, друзья, вы должны сами посмотреть, как бы, как, не знаю, какая у вас техника, на какой палец вы надеваете. Там, может быть, с мизинцем будут другие проблемы. То есть, может быть, кто-то играет как раз вот каким-то вот местом, как бы, другим, как другой областью, как бы, слайда. Может быть, это будет не очень удобно. Ну, не знаю. В общем, мои мысли вот такие. Окей, спасибо, друзья.